Ту тему, которую мы, так сказать, с этой резольвентой закончим. Ну, значит, тем не менее, значит, что происходит? Я рассматриваю свободную алгебру от образующих v в степени 0, значит, дальше квадрат v в степени минус 1, а там куб v в степени минус 2 и так далее. И вот это, значит, некая такая, это пока просто градуированная такая свободная алгебра. И на этом я ввожу дифференциал, который, значит, я напомню, устроен следующим образом. То есть дифференциал, он образовывает, то есть мне нужно, так как дифференциал удовлетворяет правилу Лейбница по определению a, d, a, b, плюс, а, плюс, минус, a, d, b, то мне надо его определить на генераторах. Генераторы мои, значит, это вот эти штуки. И я его определяю таким образом, что d от v равен 0. А дальше, значит, я определяю, ну, научно это можно сказать, что у меня есть такое коумножение. Ну вот можно даже тут написать v сдвинутая на единицу, чтобы это было. Вот, сумма, это значит коумножение в коалгебре, косо-кокомутативной, коа плюс b равняется n лямбда а на лямбда b. Вот. Но, то есть на самом деле оно переводит образующие в тензорный квадрат образующих. Вот. Но это нормально, потому что тут же я любые тензорные степени допускаю. Но заметьте, что эта штука степени 0, конечно же. А дифференциал должен быть степени плюс 1. Но так как я здесь все вот это сдвигаю на единицу вправо, то есть v на единицу, то есть v у меня имеет степень не минус 1, а 0, лямбда квадрат, v степень минус 1, а не минус 2 и так далее, то вот этот дифференциал становится, значит, чем-то степени плюс 1, да. И можно проверить, что d в квадрате равно 0, и это следует на самом деле из коассоциативности дельта. Это из коассоциативности дельта. Вот. И идея была в том, что это, значит, резольвента симметрической алгебры от v. Но мы проверили это для нулевых когмологии. Было замечено, что для высших когмологий, чтобы проверить, что их нету, достаточно это самое доказывать, что нет их как у комплекса, не обязательно как у алгебры. Ну и дальше было две, было как бы следующее сказано, что вот этот вот комплекс можно интерпретировать как, ну, то есть можно вот эту тензорную штыковину, да, интерпретировать как бар комплекс, то есть как хом, точнее, вот, из категории sv модулей. Ну, да, в категории sv модулей, значит, бар, вот, то есть не совсем эту, но почти эту. На самом деле тут происходит такая игра, что у меня симметрическая и внешняя алгебра немножко меняются местами, но потом мы это исправим. Просто так легче следить, поэтому я решил так сделать. Значит, тут у нас был бар комплекс, который бар комплекс, вот, значит, ну, вот, который был симметрической алгебры от v, вот, с постоянными, давайте так обозначим, с постоянными коэффициентами, да, вот, и вот если взять хом из этого дела, ну, тут со звездочкой давайте напишем, если взять хом из этого дела в, значит, вот, да, в k, да, вот во второе k, да, то, значит, это будет в точности, как комплекс, это будет в точности вот эта штука. То есть это будет в точности вот эта, ну, нет, это будет не в точности эта, потому что тут образующие внешние степени, а тут будут симметрические, но это мы потом исправим. Значит, то есть это, по крайней мере, как мы понимаем из гомологической алгебры, вот к гомологии этого дела, да, это ext из единицы, вот, ну, k, я в прошлый раз вроде единицу обозначал единицы в категории sv-модулей. Вот, а то есть мне, то есть в принципе утверждение, что этот ext — это внешние степени, то есть что ext и ты, вот, они равны лямбда и ты от v. Да. Да, от v. Вот, ну и, соответственно, чтобы это, ну, и в принципе я хочу вот это доказать, а потом я хочу симметрическую внешнюю алгебру поменять местами и получить в точности вот это дело. Вот, но чтобы это доказать, я знаю, что я могу, вот тут я взял резольвенту bar, а потом я могу взять любую другую резольвенту, и в прошлый раз была предложена такая резольвента, которая, значит, кашулева, резольвента симметрической алгебры, как sv, там. Ну, давайте будем вот тут, не будем звездочку писать, а тут напишем просто, чтобы дальше не мучиться, да. Вот, была предложена, значит, вторая резольвента, резольвента кашуля. Это была такая вот вещь, значит, ит и член этой резольвенты кашули. Это была симметрическая алгебра, умноженная над полем на лямбда ит от v. Вот, и на этом был дифференциал из каитова каи плюс первое, который был, можно было его написать как сумма, вот мы его писали так, d, под, нет, наоборот, d по d кси и т, вот, умножить на x и т, да. То есть он брал одно v из внешней компоненты и перевносил его вот сюда, вот так он действует. Ну, вот, и, значит, мы показали с помощью второго оператора, вот d со звездочкой, которая, наоборот, действует наоборот, это кси и т на d по dx и т, вот, мы интерпретировали это d со звездочкой как гомотопию к d, и таким образом было показано, что, значит, это все стягиваемое в высших там компонентах, а в нулевой, то, что это, ну, когмологии равны ка, в нулевой компоненте это очевидно. Ну, вот, и, значит, это другая резольвента, а с этой резольвенты вычислить намного проще, то есть если мы берем хом в категории s от v модулей, значит, от вот этого k в единицу, да, вот, то это как векторное пространство, а это просто внешняя степень от v со звездочкой, ну, соответственно, в том смысле, что и т внешняя степень, лежит в степени дегри от l и t, v со звездочкой равняется плюс i, да, вот, то есть оно переворачивается. Ну, и некоторый дифференциал тут будет, но вот я утверждал, что этот дифференциал равен нулю, это было немного смазано в прошлый раз, но я вроде написал в листочке и положил его в телеграм, я думаю, он был доступен, да, все прочитали или лучше повторить? Ну, давайте повторю вроде какие-то такие немножко. Нет, ну, то есть тут, собственно, что говорится, что если у меня есть какой-то, вот, например, омега на, ну, на, не знаю, там, кси 1, 1, то есть кси l, да, и я считаю, вот, значит, d от этого, вот, это у меня будет, соответственно, сумма омега икси, на d по d кси и t, вот, от этого кси 1, там, ну, я так условно написал, что угодно может стоять, кси и 1 лучше, и l, и l, вот, и, то есть смысл в том, что тут, что степень вот этого первой компоненты, она больше либо равна единице, вот, а дальше, значит, я беру, вот, я применяю этот дифференциал и беру хом, да, хом над sv-модулями, то есть если я беру хом из такой штуки, вот, хом из такой вот штуки, да, ну, я давайте так напишу, d, то есть у меня есть, значит, некая пси, которая является отображением из, там, симметрической алгебры v на внешнюю алгебру, эльтую, да, она у меня там эльтую v в это вот k, и я, там, вот это пси, и я теперь от него беру, значит, дифференциал, ну, то есть вот, что мне надо сделать, вот, и, причем хом на самом деле над sv-модулями, да, то есть не над векторными пространствами, а хом как sv-модулей, и теперь dps, ну, вот, если я его пишу, там, омега на кси и один, тогда кси и эль, ну, то это мне надо просто на самом деле по определению взять пси и применить это d к аргументу, да, вот, и если я это делаю, ну, я знаю, как это сделать, вот тут написано, это будет пси от суммы, значит, омега икси и т на d по d кси и т от кси, там, тут, блин, и это g, да, ну, вы понимаете, что это не то же самое, что там и эль, то есть житое, тут житое на кси и, нет, сейчас, кси и один, кси и два, так далее, кси и эль, вот, а теперь вот я воспользуюсь тем фактом, что у меня хом, что кси на самом деле хом над модулями, не над векторными пространствами, а над модулями, то есть я, в принципе, могу даже всю вот эту вот омегу перевести, вынести за знак пси, да, потому что он, ну, как бы отображение модулей, но мне достаточно на самом деле один только икси и т, в принципе, то есть это равняется сумме икси и т, пси, там, вот, сумме, суммы омега на, то есть сумма у меня уже есть, извиняюсь, омега на вот это d по d кси житое, житое, кси житое, вот, от вот этого кси и один, так далее, вот, ну, значит, в чем смысл, что у меня тут теперь икс и т стоит за пси, а пси принимает значение в k, то есть любой элемент из симметрической алгебры позитивно-положительной степени действует на k нулем, то есть вот это вот у меня, это вот, это элемент из k, из одномерного модуля, и я x житое действую на какой-то элемент одномерного модуля, это ноль по определению, то есть тот факт, я доказываю, что дифференциал равен нулю, то есть тот факт, что дифференциал равен нулю связан не только со структурой моей резольвенты, а связан еще с тем, что вторым аргументом вот здесь, является k, да, если бы являлось что-то другое, то дифференциал мог бы не быть равен нулю, да, быть не равен точнее нулю, а так как он k, вот это рассуждение, значит, оно показывает, что дифференциал равен нулю, понятно вроде, да, но это объяснил там, написал на листочке, потому что это было скомкано, вот, и, ну вот, то есть я знаю, что дифференциал равен нулю, и поэтому мне нужно просто вот посчитать на уровне векторных пространств, вот, из вот этого k, ну, реально надо просто посчитать симметрическое v на лямбда и t, там какое-то v, вот, k, ну, это свободный модуль, да, и мы, я в прошлый раз говорил, что есть такое вот adjunct, такое присоединение, то есть что это значит то же самое, что home векторных пространств, то есть достаточно говоря наивным языком, если есть свободный модуль и нужно взять отображение модулей во что угодно, его достаточно задать на образующих, и образующие должны отображаться как векторное пространство, очевидно, да, вот, k, вот, ну, то есть это лямбда и t, v со звездочкой, вот, и если v-ключеномерно, по крайней мере, вот, и получается, что дифференциал равен нулю, как было показано, и значит мы видим, что когмологии, они вот внешней степени, ну, вроде понятно, я сказал, да, есть вопросы? Да, и в результате есть, вот, еще раз? xg как действует на k? На омега? xg как действует на k? А, вот нулем действует, потому что что такое k? Значит, k это, k, я напомню, это одномерный модуль, он определяется как sv, фактор по sv с плюсиком, где sv с плюсиком это все маномы, симметрические степени строго больше нуля. Тогда, значит, вот это sv с плюсиком, это идеал, да, идеал в s от v, это очевидно вроде, да, и, значит, фактор по идеалу, он одномерен, и на этом факторе все элементы положительной степени действуют нулем. А здесь это умножение? Ну, просто вот потому что это следует из того, как, где, здесь-то действует, конечно, умножением слева, да, а тут мы приходим к тому же самому, это связано с тем, как у нас был устроен дифференциал вот этого кашули, в комплекте кашули. Ну, потому что здесь это было умножением, теперь psi это отображение модулей, значит, я вообще на самом деле и омега икситая, но для меня достаточно только икситая вытащить за знак psi, да, то есть вот что я написал тут. А это вот элемент вот этого вот фактор модуля, то есть вот который там написан, то есть на этот фактор модуля xj действует нулем, и омега, поэтому дифференциал равен нулю. Ага. Ну, хорошо. Вроде это все понятно, только это не совсем решает нашу задачу, потому что у нас-то, то есть тут мы получили, значит, что, то есть на самом деле, вот если мы рассматриваем, как у нас это было в прошлый раз, ну, то есть не в прошлый раз, ну, да, в прошлый раз, мы получили, что вот бар комплекс от вот этого, ну, если приведенный, да, там мы это обсуждали, симметрической вот этой от V, ну, то есть бар комплекс, вот, который тут был первым выбором резольвенты, где-то он тут был написан, где-то, сейчас, я уже не стержу его, не вижу где, а, вот тут, вот, этот вот бар комплекс, он, ну, просто я напомню, что, ну, бар комплекс, он является, вообще говоря, симплициальным объектом, поэтому симплициальный объект является реализацией, как говорят, ну, комплекса Мура, там, симплициального объекта, если так научно говорить, и всегда верно, что для симплициального объекта нормализованной, квази-изоморфен, ненормализованного. Кстати, как выяснилось, недавно вот пришлось заморочиться на эту тему, выяснилось, что доказательство очень красивое и довольно нетривиальное, ну, простое, но довольно нетривиальное, то есть, что для любого симплициального там объекта Абелевой категории, например, значит, комплекс Мура, соответствующий, нормализованный, ну, то есть, просто цепной комплекс. Ну, в общем, это общие слова, а то, что я тут хочу сказать, это то, что вот, то, что, это, собственно, мы так и делали на прошлой лекции, что вот этот вот бар-комплекс, его там кат и член, это, ну, кат и L, давайте напишем, это, соответственно, S от V на, значит, S плюс, ну, на самом деле, на S от V по K фактор, да, в степени L, вот, на какой-то модуль, но в нашем случае модуль, это вот этот наш одномерный модуль, который мы там обсуждали, то есть это как бы этот бар… ну, вы знаете, да, у вас был бар-комплекс, но это бар-комплекс как бы модуля. На самом деле, про бар-комплекс мы еще сегодня поговорим в немножко другом контексте. Есть такое понятие, как двусторонний бар-комплекс, то есть двусторонний, это означает, что можно что-то написать справа, можно написать что-то слева, и на самом деле еще то, что слева может действовать на том, что справа, это такая самая общая ситуация, которая бывает. Но, в принципе, он у нас односторонний, потому что, ну, в каком-то смысле двухсторонний, но с этой стороны он действует на… То есть мы можем, в принципе, для любой алгебры написать такую вещь. Мы можем написать алгебра в степени L, тут можем написать там один какой-то модуль M, а тут можем написать какой-то модуль N. Только это должен быть, если A не коммутативно, то M должен быть A-оп-модуль, да, правый модуль, а N должен быть левый A-модуль. Вот. И при этом, если еще, на самом деле, если тут еще есть какое-то кольцо B, которое действует на M слева, и какое-то кольцо C, которое действует на N справа, то вот этот бар комплекс вполне себе будет комплексом в B, C, B-модулях, да, то есть это действие слева B и справа C, но это является как бы вот такой вот инкарнацией такого двустороннего бар комплекса, ну, в нескольком простом случае. Понятно, да, то есть та же самая формула записывается, то есть вот, а дальше я говорю, что на самом деле вот это квазизоморфно, вот как комплекс, то есть я так немножко, ну, давайте я вот так напишу, вот цепной комплекс этого дела, он квазизоморфен цепному комплексу, когда вот я здесь напишу M на A бар степени вот L, то есть цепной L, да, оно переменное, а тут, значит, N. То есть это то же самое, ну, то есть не то же самое, это другое пространство, но оно всегда квазизоморфно, и это следствие некоторого, на самом деле, общего утверждения про симплициальные множества, которые тоже можно как-нибудь рассмотреть. Вот, ну, в нашем случае вот мы рассматриваем M равняется A, а значит, A является, как мы понимаем, A-B-модулем, да, то есть в этом случае B оказывается просто равным A, и получается, что этот комплекс, вот это левое действие B, оно сохраняется, тут я использую правое действие A на себе, да, и это получается комплекс левых B-модулей, а N, это просто, просто, у него нету правого действия, у него только левое действие, и это K, тот самый вот модуль над симметрической алгеброй в данном случае, который вот мы рассматривали. Понятно, что тут сказано, или нужно? Да, а центральный член, то есть B, еще раз? Центральный член, то есть B, центральный член, но это же не комплекс, то есть комплекс устроен таким образом, что это значит M умножить на K на N, это вот нулевой член, потом M A умножить на A на N, вот, потом M умножить на A в квадрате на N, ну и так далее, то есть это я просто так немножко написал, тут L это переменные параметры, я беру цепной комплекс, то есть это вот то, что тут написано, и дифференциал мы выписывали в прошлый раз, ну, явно, да, просто сейчас нечто более общее, что это может действовать на, ну вот, можно тут написать M, и тут N, и то, что мы рассматривали, это вот когда M это A просто, а N это K, а можно рассмотреть, когда M и N это A, и это прекрасный случай, потому что это вот другой немножко бар комплекс, то есть на самом деле есть какой-то бар комплекс, который связан с монадами, и он вот используется как раз здесь в работе Мэя, про вот это вот распетливание и так далее, то есть на самом деле бар, ну вот в принципе я думаю, что если вот вы хотите видеть какую-то связь такого вот абстрактного топологически категорного бар комплекса вот с привычным, то надо думать об этом так, что мы можем тут написать M, тут можем написать N, и у нас получается двусторонний бар комплекс, то есть на самом деле эти категорные люди, вот в main, например, они обобщали вот это в общем случае, да, вот, и значит, вот у нас, значит, это получается вот в этом случае, да, у нас теперь M это равно A, вот, а дальше мы можем как бы сказать, что вот этот вот комплекс, он квази-изоморфен, то есть другую сторону только, он квази-изоморфен, когда я тут вот все A заменю на A бар, то есть не все, а все, кроме вот M, который у нас, то есть M это не считается, что M это A, да, M это просто левый конец, а вот A это вот то, что посерединке, то есть значит M на A бар, то есть фактор A по единице на N, значит, тут будет M тоже, а, в другую сторону, извиняюсь. Что, еще раз? В нашем случае, а тут вот написано это A, это что угодно может быть, это вообще может быть что угодно, нет, это некоторая общая конструкция, ну, она еще более общая, но я просто вот так ее сейчас говорю в таком линейном варианте, который нам нужен. Справа у нас, ну, в данном случае K, да, это вот какой-то, нет, смысл в том, что в общем случае у вас может быть M это левый A модуль, то есть правый A модуль, а N это, давайте напишу, правый, правый, да, A модуль, а N это левый A модуль, но при этом у меня на M может быть еще какая-то структура, наоборот, слева, а на C справа, и очевидно, что бар дифференциал эту структуру будет сохранять, поэтому это будет тогда комплекс B, C, B модулей, да, вот, ну и все, вот, значит, тут это M на A бар квадрате N и так далее. Ну вот, то есть, если я теперь, да, смысл в том, что если M равно A, то по M я никакого бара, конечно, не беру, потому что мораль в том, что я бар беру по симплициально, ну, как бы я беру, это у меня симплициальное там векторное пространство, и я рассматриваю это дело как цепной комплекс симплициального векторного пространства, и в этом смысле я беру вот бар по, в каком-то смысле, то есть я беру нормализованный цепной комплекс, комплекс Мура симплициального векторного пространства, поэтому по M, ну, по M я не должен брать никакого бара, То есть в моем случае вот здесь будет чистое а, а вот посерединке будут вот эти а с баром. То есть а с баром, я напомню, это просто векторное пространство по определению, это а фактор по k. То есть тут не предполагается, что есть какой-то а с плюсиком, что это идеал, просто предполагается, что в алгебре есть единица. Ну и в моем случае я могу отождествить, вот если а это там k плюс а с плюсиком, как вот, например, если я напишу… Это у меня что ли звонит? Сейчас. Надо выключить что-то. Извиняюсь. Так. Так. Сейчас надо выключить. Вот. Если а это k плюс а с плюсиком, как вот в случае симметрической алгебры, да, то тогда я могу, конечно, отождествить, ну на самом деле отождествить не только как векторное пространство, а вообще даже как комплексы. Вот могу заменить вот это а бар на а плюсик, что я в общем и делаю. А с а баром это специальное пространство? Нет, нет, я имею в виду, что вот специальное векторное пространство это xl, в котором вот l-тый компонент это m на a, l на n, да. Вот я это сказал. А дальше мой бар-комплекс это его комплекс мура, то есть его цепной комплекс. А дальше есть общая наука, ну простая, да, совершенно элементарная, но, кстати, на удивление красивая. Вот доказательство этой теоремы. А именно, что если вот взять цепной комплекс любого симплециального векторного пространства или даже более общего симплециального объекта в любой абелевой категории и потом определить, то есть взять один комплекс, это значит первый комплекс, там k1, это симплециальный комплекс, то же самое, цепной комплекс, да, извините. Цепной комплекс вот этого вот, комплекс xl, то есть это означает, что я беру, значит, x0, беру x1, беру x2, беру x3. Ну и здесь у меня, значит, есть дифференциалы, которые выписываются исходя из симплециальной вот этой науки. То есть здесь у меня получается там d0 минус d1, насколько я понимаю, да, разность двух… Да, сумма d1 со знаками. Да, здесь будет 3, d0 минус d1 плюс d2, ну и так далее. То есть у меня здесь, ну вот то, что я говорю, что это симплециальное, это означает вот здесь, что xl это на самом деле функтор из категории дельта в категорию векторных пространств. Но это не обязательно для нас сейчас, это я просто даю такие как бы… А какие там вот такие d1 от вырождения и границы, то есть d1, d1, d1? Ну как, нет, ну у вас же… То есть у вас, значит, есть… Ну почему вот это вот, это симплециальное векторное пространство? Ну, во-первых, операторы вырождения, это вы просто ставите единицу. У вас есть там вот, не знаю, как это, epsilon it, оно берет xl и переводит его в xl плюс 1, оно просто ставит единицу, а это просто перемножаем, а сбоку умножаем на m и умножаем на m. Ну вообще, на самом деле, это… Слушайте, ну это просто было… Мне нужно эти дискуссии обрывать на самом деле, а то получается… Нет, ну то есть я имел в виду, что вот с каждым таким вот симплециальным вот таким вот функтором, это delta op, я извиняюсь, это, значит, симплециальное векторное пространство, я сопоставляю вот такой комплекс, который называется его цепным комплексом или комплексом мура. А дальше я могу взять вот наоборот вместо x вот такого написать, я могу взять еще вот фактор по всем операторам вырождения. То есть я могу взять x0 там бар, вот x1 бар, x2 бар и так далее, x3 бар. Это дифференциал такой же. Это фактор, это по определению будут фактор пространства по всем операторам вырождения. В нашем случае операторы вырождения – это то, что подставляет единицу, как я только что сказал. То есть в нашем случае вот такое, это в точности вот этот бар, который… Ну, слушайте, это на самом деле нам сейчас не надо, просто я хотел сказать, что вот это называется нормализованный там цепной комплекс или комплекс мура. Это просто комплекс мура, и есть там проекция одного в другое, и это всегда квази-изоморфизм. Вот, поэтому я могу спокойной душой заменить а на бар в моем случае. Да, на гомолодних изоморфизм. А, то есть нижний комплекс – это комплекс мура? Нижний комплекс – это? Ну, нижний комплекс – это комплекс… Это? Приведенный комплекс мура. Это приведенный комплекс мура, а вверху просто… Поэтому мы рассматриваем это. Да, ну просто надо сказать, что такое там x и t бар, только если уж вы так хотите. Это на самом деле фактор пространства x и t по образу всех операторов в рождении. То есть это всех операторов в рождении. То есть это значит epsilon и t, там epsilon и t от каких-то меньших, то есть при g меньших, чем i. Вот есть такие операторы в рождении, которые в нашем случае просто подставляют единицу на один любой из аргументов. И, ну, в общем случае это что-то еще может быть, не обязательно. В общем случае мы берем фактор по образу всех операторов в рождении, и вот мы таким образом определяем x и t бар. И это снова будет комплексом с тем же самым дифференциалом, и более того, естественная проекция будет квазизоморфизом. А почему а бар это а плюс? Нет, ну это уже надо смотреть, это не в общем случае, надо смотреть в нашей специфике. Почему у рождения будет а бар? Ну да, пока, ну так а в каком-то смысле, если вы вот это дело профакторизуете пока, вы и получите а плюс. Ну там надо просто, да? Да, 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 нет, но в принципе это другое. Да, да, я… Чтобы получить комплекс смор, надо просто признать по оператору в рождении. А почему в конкретном случае мы достаточно пока? Вот в нашем случае бар комплект. Потому что надо, потому что надо задать на этом Excel структуру симплициального векторного пространства, чтобы ответить на ваш вопрос. Ну, значит, вот у нас есть вот это, ну вот я больше не буду делать таких совещаний, значит, это delta op векторное пространство, и почему это… То есть почему вот x приводит у меня к такому, значит, функтору, да? Ну, потому что что такое вообще delta? Delta – это категория, в которой, значит, у вас была delta, вы знаете, что такое? Вот кто знает, что такое delta? Ну, не очень много людей. Вы тоже знаете. Ну, напомню, да? На перерыве, да, а то, знаете, много времени. Сейчас надо посмотреть еще сколько. Так. А можно посмотреть сколько… А то я свой… Раз, два, три, семь. Раз, три, семь. Окей. Так. Да, ну… Ну, давайте, да, давайте я на перерыве расскажу, что такое delta. Ну, грубо говоря, в этой категории есть операторы, которые повышают n и понижают n. n – это, так сказать, объекты вот этого, нумеруются натуральными числами, начиная с нуля. Ну, и есть операторы, которые… Ну, им соответствуют операторы грани и вырождения. Ну, в данном случае просто я вам расскажу на перерыве, что операторы вырождения, фактор, по которым мы должны вот тут брать, они устроены просто так, что они подставляют единицу на n плюс первый аргумент, как бы, понимаете? То есть расширяют вот это. Но я расскажу, окей? То есть давайте сейчас все, эту дискуссию мы замнем. То есть на самом деле я могу… Вот у меня есть такая вот общая конструкция, и то, что я брал, то, что я имел в виду, это я брал, значит, вот этот вот бар, который был бар от симметрической алгебры, вот, и с коэффициентами в k, если так можно написать. То есть это значит, что оно m было равно симметрической алгебре, и n было равно k, да? Ну, и я, естественно, заменял симметрическую алгебру, вот, которая не m, а вот внутреннюю симметрическую алгебру, я заменял на симметрическую алгебру бар. Сообразно с тем, что я напишу. И то, что у меня в результате получалось, когда я брал home вот из этого бара, то есть это значит, у меня m, это на нем св действует справа и действует слева. Поэтому бар, то есть такой бар, бар вот s от v k, это комплекс левых, левых s от v модулей, да? Вот, и я утверждал, что это, мы показали, тут надо стереть, то есть мы показали, что это резольвента k. Ну, да, мы показали, ну, если взять без вот этого крайнего члена, то есть крайний член m умножить на n надо стереть, и тогда это резольвента k. Вот, то есть у нас есть другая резольвента k, есть две, комплекс кашули и это. И мы можем k, то есть это резольвента, резольвента вот этого k, как s от v модуля. Вот. И мы можем таким образом использовать вот эту вот резольвенту. И если мы возьмем home категории s от v модулей, вот, из этого бара, там приведем, вот который тут написан в это самое fk, то это на самом деле можно, то есть вот это вот крайнее m, m, оно просто съестся, да, потому что это все будут свободные модули с образующими вот всем, кроме, значит, вот этого m. То есть крайнее m я убираю, и это будет, значит, такой вот комплекс, это будет, а k у меня тоже, значит, съедается. То есть у меня будет такой комплекс, а бар, ну, в данном случае, а это симметрическая алгебра, окей, симметрическая алгебра бар, тут будет симметрическая алгебра бар в квадрате. Только это будет, извиняюсь, в другую сторону, да, потому что у нас, вот, это будет, значит, 0, симметрическая алгебра v бар, симметрическая алгебра v бар в квадрате, вот, и так далее. С абсолютнейшим бар дифференциалом тоже, вот, и, значит, вот, это на самом деле очень похоже на мою резольвенту симметрической алгебры, которую я, о которой я говорил в начале. То есть это тензорная алгебра будет, вот, в которой, в которой образующие это симметрическая алгебра от v, от v, от v, да, и все вот это вот сдвинуто на единицу вправо, то есть на минус единицу. Вот, то есть это тензорная алгебра, и теперь я, то есть тут, на самом деле, надо двойственное написать, конечно, это, значит, будет q-алгебра тоже, потому что двойственная к алгебре – это q-алгебра, и абсолютно, как я объяснял тут, q-умножение приводит к дифференциалу. То есть это получается некоторая, некоторая вот такая, там, на самом деле даже алгебра, и вот я показал, что ее когмология, вот этой штуке, они равны, вот, и этой когмологии, они равны и той внешней степени от v со звездочкой. Вот это вот то, что мы сейчас показали, это мы показали таким образом, что мы интерпретировали и левые, и правую часть этого равенства как экст из единицы в единицу в категории s от v модулей, да, то есть мы вот показали такую штуку, которая чертовски похожа на то, что нам надо показать, потому что нам надо показать, что тензорная алгебра, наоборот, от внешних степеней, она, да, тут с плюсиком, конечно, у нас же было с плюсиком, тензорная алгебра от внешних степеней, она, значит, есть симметрическая алгебра, а мы показали наоборот, что тензорная, что вот если мы заменим в левой части эту самую на симметрическую, внешнюю на симметрическую, а в правой симметрическую на внешнюю, то вот это мы доказали, так легче. Ну, давайте я немножко, значит, теперь чуть-чуть там щитю. Я просто скажу, что на самом деле точно то же самое можно сделать и комплекс кашули написать, и бар комплекс, просто когда я наоборот их заменю местами, симметрическую и внешнюю, и тогда я получу то, что мне нужно. Окей? Ну, тут есть некоторый интересный технический момент, но давайте я в него не буду сейчас влезать. Ну, вот, какие есть вопросы? Владея. Это кто спросил? Владея это, ну как, нет, но это вообще говоря, Владея это написано в главе, по-моему, 4, там Кашулева, теория Кашулевых алгебр, да? Ну, правда, это не совсем то же самое, понимаете? Потому что, ну, вообще в Кашулевых алгебрах там какой-то немножко другой формализм, ну, то есть там как бы в алгебре нету кагмологической градуировки, там у алгебр есть такая вот внутренняя градуировка, но она без, незнаковая градуировка, то есть это не как градуировка в комплексе, вот. Вот, а нам тут во внешней алгебре, нам для такого рассуждения во внешней алгебре нужна все-таки градуировка, которая вот не только внутренняя, но еще кагмологическая. Но в принципе это примерно то же самое, что написано, да, Владея и Валете в главе 4, и общая, значит, ситуация такая, что вот, ну, хотя еще раз, это не является буквальным следствием, но общая ситуация такая, что ситуация, ну, да, вот, например, Владей Валет, глава 4, по-моему, вот, а значит, вы можете взять А, это Кашулево-алгебра, Кашулево-алгебра, в данном случае и симметрическая алгебра, и, ну, и внешняя, это Кашулево-алгебра, хотя вот современная тенденция говорит, что Кашулево-двойственная к симметрической, это значит не симметрические полиномы, а вот эти, power-power S от V, то есть такие бесконечные симметрические ряды, ну, на это уж точно можно сейчас забить для первого ознакомления, вот, то есть если это Кашулево-алгебра, то можно по ней написать комплекс Кашуля, комплекс Кашуля, вот, что я, в общем, и сделал, но это, в общем, для внешней алгебры это чуточку другое, а можно написать бар от А с плюсиком, то есть вот можно взять А с плюсиком, то есть Кашулево-алгебра, это всегда там поле плюс А с плюсиком, на самом деле плюс А1, плюс А2, плюс так далее, то есть она всегда имеет внутреннюю градуировку, точно так же, как симметрическая, если это обозначить А с плюсиком, то вот всегда можно написать бар А с плюсиком, и это вот всегда вот квази-изоморфно, то есть у него такие же к гомологии, как у Кашулева двойственные алгебры к к алгебре, небось, да, то есть я думаю, тут еще звездочку надо написать к А. То есть, в принципе, вот эта вот ситуация, которую мы тут разобрали на этом примере, это проявление некоторой общей ситуации, то есть еще раз, мы показали, что если в алгебре А есть единица, то бар-комплекс всегда оцикличен, да, а тут у меня нету единицы, то есть тут ВА с плюсиком, я уже убираю эту единицу, тут нету единицы, у нее действительно появляются какие-то к гомологии, и эти к гомологии изоморфны Кашулево двойственные там к алгебре. То есть в данном случае, если я начинаю с симметрической, я получаю внешнюю и наоборот. Вот, и в принципе, но это еще раз, это не совсем то, что тут, потому что вот в этой вот науке про Кашулевость, они почему-то, я всегда, вот у меня был внутренний протест к этому, всегда вот рассматривается вот все вот это вот А, как сидящее в к гомологической градуировке ноль. То есть вот эта вот градуировка, она внутренняя, а в принципе для реальных вычислений, вот как у нас тут с внешней алгеброй, надо рассматривать еще, когда у алгебры у самой есть внешняя. И на самом деле это действительно так. Вот, например, Леня Посицельский, он там это с Полищуком, по-моему, они это обобщали когда-то, ну, это был фольклор, в общем, что вот, например, универсальная обертывающая алгебра от алгебры Ли, она в принципе тоже Кашулево, хоть она не чисто квадратична, там еще есть линейный член, и она, значит, Кашулево двойственно комплексу симметрической, то есть комплексу Шевалея-Элленберга от G с постоянными коэффициентами. То есть вот из-за того, что здесь появляется линейный член, здесь появляется дифференциал. То есть в принципе более правильный подход, он, конечно же, заключается в том, что нужно рассматривать как гомологическую градуировку. Слушайте, ну это уже надо игнорировать все эти вопросы, а то получается, что половину лекции невозможно понять тем, кто не знает. Ну в общем, короче говоря, то, что тут сделано, тут сделано следующее, что показано, что вот показано вот это, вот, это, я думаю, понятно. А нам надо показать вот то, что написано там. То есть нужно внешнюю и симметрическую алгебру поменять местами, и в общем это делается абсолютно так же, то есть просто вот я ее меняю и получаю то, что мне нужно. Да. Вот вы имеете в виду прокашуливый, вот тут вот то, что написано. Нет, 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 это на крайней мере. Вот тут. Вот этот хом, вот этот хом, как вам стирается, вот эти комплексы, комплексы. Ну как в каком? У вас бар это комплекс sv модулей левых, да? Дальше вы можете взять, значит, хом, ну всегда, если есть комплексы, другой комплекс, вебка это другой комплекс. Всегда можно взять хом комплексов. Непонятно, как берут хом комплексов? Вот у вас не было такого, наверное. Нет, но это берут так, что если вообще есть там, ну как это вообще устроено, что если вот есть один комплекс, и вы берете там в любой там, не знаю, аббреве категории, в чем угодно, хом из этого R в любой там другой объект N. Ну вот это всегда некоторый комплект. Значит, как его устроен? Вот в R у меня есть дифференциал из R и T в R и плюс первое, да? D. Теперь как устроен вот дифференциал тут? Ну если N это не комплекс, а просто объект в простом случае. Ну у меня, значит, вот есть R и T и R и плюс первое в N. Некоторое вот то, что я обозначал там Psi, например. Вот это у меня элемент здесь, да? То есть вот Psi, оно является элементом вот такого комплекса, да? В степени и плюс один. Правильно? А теперь я могу взять предкомпозицию с моим дифференциалом D. И это, в принципе, то, как определяется дифференциал на этом комплексе хом. Ну и дальше просто это все считается. Да, все. Ну хорошо, давайте, значит, у нас, наверное, время. Там вроде как перерыв надо какой-то делать небольшой, да? Сколько сейчас времени? Все два. Ну еще можно, значит, чуть-чуть поговорить. Вот. Потому что, в принципе, есть какой-то план. Вот. Значит, в принципе, я бы хотел еще немножко заострить внимание на том случае бар комплекса, когда вот у меня и M, и N это A. M равно N равно A. Это совершенно замечательный случай. То есть у меня, значит, бар комплекс от A. Вот. То есть его N и член, это, соответственно, A на A в степени N на A. Я, конечно, мог бы написать A в степени N плюс 2, но, в принципе, такая запись, она получше. Вот. Или я бы мог написать вот здесь посередине A бар на N. В принципе, такое тоже возможно, как мы там обсуждали выше. Вот. Значит, ну, в принципе, я бы мог на самом деле написать даже чуть-чуть по-другому. Я бы мог вот такой комплекс написать. A на A в квадрате на A в кубе. Ну, то есть на самом деле бар комплекс это вот до этого места. И он на самом деле в этом случае является, у него к гомологии равны A. То есть я могу написать еще одну стрелочку, которая переводит A умножить на B в A умножить на B. Вот. Просто вперед. И, то есть такой вот более длинный комплекс. А начиная вот с этого места, это ровно то, что мы там определяли. То есть у него, например, вот этот дифференциал, он так определяется. А на B на C переходит в A, B на C минус A на B, C и так далее. И если алгебра с единицей, то это совершенно ациклично. Вот. И на самом деле просто строится гомотопия, как мы ее строили, да, подставляется там единица с самым левым аргументом. В общем случае нет. Вот. Но на самом деле интересно то, что вот эта штука, понимаете, тут есть некоторая неточность, конечно, в том, что я говорю. Потому что с одной стороны у меня бар-комплекс, это то, что вот там было, это то, что до этого места, а тут я еще беру вот эту крайнюю стрелку в A. Но давайте я буду игнорировать, то есть не буду вводить специальное обозначение. Это некоторый абьюз, как говорят, обозначение. Но тем не менее, мне кажется, что в каждом конкретном случае это должно быть, в общем, ясно. Попробуем японский… О, слушайте, хороший мел. Вот. Значит, вот у меня есть такая штука. И теперь вопрос в том, что она на самом деле будет не просто комплексом… То есть это… То есть я вот ее обозначаю как бар от A просто. Вот. Это вот, значит, вот этот комплекс. То, что тут написано. Вот. И это, конечно, комплекс B-модулей. Комплекс A-бимодулей. И если я на самом деле его напишу вот до этого места, вот, и так далее, то это будет резольвента вот этого A, B-модуля A, как B-модуля. Вот. Вот. Заметьте, что как B-модуль A совершенно не свободен. То есть он свободен как модуль, но чтобы он был свободен как B-модуль, он должен иметь вид M на A на A. И он не проективен, конечно. То есть A это, в общем, такая как гомологически сложный объект. Вот. И вот бар-комплекс представляет из себя некоторую резольвенту вот этого B-модуля A, как A. Но с другой стороны, что еще, наверное, более ценно, если я рассмотрю вот этот вот полный бар-комплекс, как написано тут с этим вот A, то это дело является даже коалгеброй. То есть в нем есть коумножение. То есть есть коумножение дельта из бар от A в бар, ну, вот в таком пополненном баре, вот этой стрелкой, ну, да, бар от A в квадрате. Вот, которая коассоциативна. Ну, и, собственно, как это делается? Это просто самая обычная вот дельта, которая на A1 тензорно AN. Она пишется как сумма по A плюс B равно N, значит, A1 и так далее. А, А. Вот, а тут вот это, давайте я буду обозначать внешнее тензорное произведение, вот которое тут стоит, вот на A, A плюс 1, вот на AN. Вот, на самом деле первое, что приходит в голову, в принципе-то, вот, и это, ну, да, и это является коумножением. И вот такая, значит, вещь. Но это просто можно проверить. Ну, вот, например, можно проверить в самом вот крайнем месте. Давайте я там на перерыве сотру. Вот можно проверить, например, вот дельта из A в квадрате в A, то есть дельта от A1 умножить на A2. А2, это, значит, равняется, если я ничего не перепутал, по-моему, там единицы по краям не надо писать в этой истории, да. Это, значит, ну, сейчас, может быть, по-моему, нет. Ну, мы сейчас проверим. Это является A1, значит, A2, только вот с таким уже внешним умножением. А теперь, если я… Что? Ну, это вот, да, то, что вот у меня тут бар умножить на бар, то есть это вот, чтобы отличать от этого, тут же тоже тенсора, а тут как бы бар, тенсор на бар, я вот так вот обозначу, обозначу, хорошо? Вот, и, значит, да, и тут, значит, D от этого это A1 умножить на A2, умножить на A2. А, да, тут D уже равно нулю, да, потому что оно равно нулю тут и равно тут, и тут D тоже равно нулю. Но это такой вот простейший момент, как бы, то есть тут неинтересно. Но можно рассмотреть чуть более сложную ситуацию, когда у меня A1 умножить на A2, умножить на A3. Тогда, значит, вот здесь дельта, это будет A1 умножить на A2 на A3, плюс A1 на A2 умножить на A3, вот, да, а тут, значит, будет умножение, это будет A1, A2 на A3, то есть дифференциал минус A1 на A2, A3. Теперь тут будет дельта, это будет A1, A2 внешне на A3, минус A1 внешне на A2, A3. Вот, тут надо проверить, что D вот дает вот эту вот коммутативную диаграмму. Ну, действительно, D мы расширяем на вот этот внешний тензорный квадрат по правилу Лебница, при этом, значит, ну, с точностью до знака, причем здесь знак, нет, даже, ну да, с точностью до тотального знака минус. То есть здесь D будет равно нулю, поэтому, значит, а, нет, нет, именно вот так, да, то есть D, как мы считаем вот от такого, это D от A1, оно равно нулю, значит, теперь правило Лебница, и, значит, здесь это знак минус появляется, и тут A2 должно схлопнуться с A3, это единственная компонента дифференциала, ну, а тут вот D равно не нулю, а именно произведению на этом и нулю здесь. То есть действительно получается коммутативная такая диаграммка, и, в общем, это верно всегда. То есть если для любого места, то есть если я определю дельту таким образом без крайних единиц, то есть это как бы коалгебра без коединицы, потому что вообще в коалгебрах еще рассматривают коединицы, ну, да, тогда бы еще у меня тут был член, где вот единица умножить на все вот это вот, А1, А2, там, АН, плюс вот это А1 на А2 на АН, значит, да, умножить на единицу. Но я этот член не рассматриваю, то есть я рассматриваю это просто как свободную, это ко-свободная коалгебра без коединицы, значит, порожденная вот этим А, с двинутым на единицу влево, да, вот, и оказывается, да, что вот этот вот бар-комплекс, который двухсторонний, но при этом М и Н равно А, он обладает еще таким дополнительным замечательным свойством, что это, значит, ДЖ коалгебра. У нас есть вот для тех, кто знает, вот люди тут некоторые уже любят вот эти функторы квилина, на самом деле у нас есть там в первом приближении, говорю, это неверно в общем случае, значит, вот тут есть, значит, у нас бар из ДЖ алгебр в ДЖ коалгебры, да, то есть это надо уточнить, потому что это буквально неверно, правильное утверждение более техническое. Вот это бар, и на самом деле, то есть вот бар, а тут, значит, есть на самом деле ко-бар, который из ДЖ коалгебр бьет в ДЖ алгебры, и его мы определим после перерыва. Вот, и это на самом деле, если это чуть-чуть больше, лучше определить, то есть нужно сказать, какие коалгебры и какие алгебры я рассматриваю, то это на самом деле будет, в общем, при чуть-чуть лучшем определении equivalent equivalence, то есть на когмологиях это дает эквивалентность гомотопических категорий. Вот, ну давайте сейчас у нас уже пора, наверное, сделать перерыв, да, я думаю, вот, да, вот, а потом мы продолжим уже про пирады, вот, и так. Если какие-то вопросы, вот про дельту был вопрос, или там про что-то еще. Правильно я понимаю, что из бар-комплекса алгебра А не восстанавливается, правильно? Из бар-комплекса алгебра А восстанавливается с точностью до квайла. Это удивительный факт, да. На самом деле верно, вот. Отсюда совершенно не очевидно, но на самом деле верно, на самом деле верно такое, что если взять, вот, как я тут говорил, кобар, который пока не был определен, значит, кобар я могу применить к коалгебре, вот если я его применю к коалгебре бар, вот, то это будет, это будет уже алгебра, и она будет квазизоморфно А. Вот, что довольно удивительно, потому что, как я вам говорил, бар от алгебры с единицей, он ацикличен, то есть если вот А имеет единицу, то бар от А, он вообще как бы логичен нулю. Вот, он ацикличен, но тем не менее, если я беру этот ацикличный комплекс, и от него беру потом, значит, кубар, то я получаю бар снова. Вот такие чудеса, потому что слабые эквивалентности в категории коалгебр, это, ну, в смысле, вот, слабые эквивалентности в смысле модельной категории, это вот, они определяются не просто как вот слабые эквивалентности квазизоморфизм комплексов, они определяются более хитрым образом. Мы должны применить бар, то есть кобар и к тому, и к другому, и после этого должны получить слабую эквивалентность. То есть это вот такое хитрое определение. Сама слабая квалификация — это необычный квазизоморфизм. В общем, да, верно вот такое, действительно. И в обратную сторону тоже верно. То есть если я рассмотрю кобар от С, от калгебры, а потом бар, то вот это вот С тоже восстанавливается с точностью до квазизоморфизма. Что такое квазизоморфизм комплексов? А это алгебра, ну это может быть даже алгебра, может быть, ну просто алгебра, даже алгебра. Да, да. Да. Ну да. Вот. Да. В смысле на всем комплексе есть умножение? Вы про этот член говорите, крайний, да? Да, да, да. Есть умножение, правильно? Можно подумать, что алгебра на А, умножение у нас не будет. Ну, так, нечаянно. Нет, ну в каком смысле восстанавливается? Есть А, как может быть, есть умножение? Дальше я сказал, да? Не А, ну то есть нет, я тут имел в виду, восстанавливается такой, как бы более инвариантной конструкцией. Ну, в принципе-то… Нет, ну если у вас есть… Ну да, если вы рассматриваете это дело как комплекс, и даже вот рассматриваете только его вот эту часть, то, ну, конечно, да, вы можете… Нет, не может быть, но мы… Ну, просто… Ну, просто… Ну, по всей виду не может, если это мастерство. Почему нет? Ну, умножение-то вы можете переоткрыть? Нет, просто что значит, что… Ну, просто если два изоморфа комплекса, это просто комплекция, я не знаю, правда, и может случиться, как-то… Ну, как бы, может быть, два комплекса… Хвази изоморфа, имеется в виду, или? Изоморфа. Так, чтобы А уже были изоморфы, но и комплекты были изоморфы. Да. И поэтому у вас А, значит, нет, нет. Ну, в смысле, по классу изоморфизма вот такого комплекса. А, по классу изоморфизма не А, а по классу изоморфизма такого комплекса. Ну, да, то есть вы имеете в виду, что если у меня класс изоморфизма комплекса, то у меня А на А, ну, наверное, да. Ну, наверное, да. Ну, правильно. Но вообще, с моей точки зрения, это, в общем, более осмысленный вопрос. Это вот вы рассматриваете этот бар, не отдельный его, как бы, начальный кусочек, а вы рассматриваете его как комплекс в целом и как даже коалгебру. Ну, и поэтому, как бы, вопрос, можете ли вы применить к этой даже коалгебре какой-нибудь функтор обратно в алгебры для того, чтобы А восстановилось. Вот, и оказывается, да, вот, можно. Ну, только тут надо говориться о том, какие коалгебры мы рассматриваем, но тут я вас загружу техническими деталями. Давайте мы это потом вот пообсуждаем уже с техническими деталями, но вот в первом приближении это вот так. Ну, вот, это очень интересно. Ладно, значит, теперь про… Что, у нас нет перерыва, что ли? Теперь, значит, про дельту. Для тех, кто не знает, может быть, я расскажу, и это будет полезно. Значит, так, давайте я тогда сотру тут, что ли, чего-то, потому что, ну, там же это какое-то время должно пройти, чтобы… А в помине нет воды, да? Что? В помине нет воды. Где воды? Там? Где ими бойлеров нет? Не понял. Есть помине ими бойлеров, ты его знаешь? Бойлер? С водой. Я не знаю. А зачем? Попить чай просто. А, ну, вот я не знаю. Нет, ну, там надо внизу, в принципе, можно попросить. У меня тут есть совместность с Колем Йовым кабинет, то есть это его кабинет, но меня туда тоже подписали. Вот, и там, наверное, можно, конечно… Не, ну, тут, ну, да, там есть чайник, я уверен практически, но это надо куда-то вниз идти там. Не, давайте, да, можно, конечно, как в Америке, там на перерыв заказывают пиццу. То есть там вот… Я не знаю, как сейчас, но вот раньше на семинаре Сулевана там как раз вот пиццу заказывали, там был такой длинный семинар, очень длинный, особенно когда Сулеван был помоложе, и пиццу заказывали вот ровно к перерыву. То есть случался там перерыв, приходил чувак из этой пиццерии, там привозил эту пиццу. Наверное, воду… А, нет, не воду, Кока-Кола. А, нет, ну, это вообще хорошая идея. На самом деле можно заказать действительно, в принципе, ну, тут же есть доставка из вкусовил, то есть можно заказать там, чтобы к семинару привезли вот такие маленькие бутылочки, да, по 0,5 воды и стаканчики, видите, это хорошая идея, я подумаю, да. Не, ну, потому что вот когда топят, да, наверное, вот когда топят, то больше пить хочется, правильно? И вот мне тоже. Не-не, серьезно, спасибо, мы учтем. Орг-комитет учтет. Так. Была бы тут хоть одна сухая тряпка, было бы тоже прекрасно. Спасибо. 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 Ладно, да, если вот тут уже высохло, можно тут написать. Значит, вот такой ликбез по поводу категории дельта. Причем не столь ликбез, сколько это действительно очень фундаментальное, важное понятие. Вот. Она устроена таким образом, значит, это категория. Значит, объекты вот этого дельта, это конечные ординалы, не пустые. конечные, не пустые ординалы. То есть, на самом деле, для каждого n существует один такой ординал, вот, который обозначается n. Вот. И вот это вот n, это значит ординал, в котором n плюс 1 элемент. То есть, это важно, запомните, что n плюс 1, вот, не n, а n плюс 1 элемент. Значит, это 0 меньше единицы, меньше 2, меньше n. Вот ординал из n плюс 1 элемента. Вот. А теперь, значит, это все, это объекты, их бесконечно много. Для каждого n, начиная от нуля, вот есть ординал, есть объект 0, 1, 2, и так далее. Вот. Теперь, значит, кто является морфизмами? Ну, можно сказать, что морфизмами являются, как бы, строго монотонные отображения этих ординалов. Но вот это было бы глупостью. То есть, ну, не то, что глупостью, я думаю, что изначально люди так и рассматривали когда-то совсем давно. И это приводило бы к таким вот симплециальным, геометрическим, вот, каким-то типом многогранникам. Но это не приводит к интересной математике. Вот тут совершенно удивительная есть вещь, которая заключалась в том, я так думаю, что это в 50-е годы возникло у Дэниела Кана, опять-таки, что нужно рассматривать полумонотонные отображения, то есть морфизмы. В принципе, да, это, в общем, то место, над которым стоит задуматься. из M в N, из M в N, это φ, 0 меньше 1 меньше M, в 0 меньше 1 меньше N, такие, что такое, что φ от I меньше либо равно, вот, не строгость вот в этом месте, φ от G, если I меньше G. Вот это все. Такие вот определения, такое определение. То есть, в общем, да, такая вот, и при этом, такая на самом деле чрезвычайно важная категория, которая, в общем, если рассматривать симплициальные множества, то есть просто, а люди, да, еще такое вот некоторое терминологическое замечание, что когда, хоть вот симплициальная категория это дельта, но вот когда люди пишут функтор, некоторый f, из дельты в категорию c, то это называется ко-симплициальным объектом, вот, ко-симплициальный объект в c, а когда наоборот из дельты op, вот, некоторый функтор в c, это называется симплициальный объект, без ко. Вот, ну и, значит, слушайте, я без бумажки вам не воспроизведу все соотношения, конечно, но смысл в том, что для того, чтобы задать вот такой функтор, нужно, ну, сначала задать эту категорию в каком-то смысле образующими соотношениями. Ну, имеется в виду, что у нас есть много отображений, которые называются отображение граней и отображение вырождения. Значит, операторы или отображение граней, вот, это такие штуки из n в n плюс 1, вот, которые инъективны, которые инъективны и все. Ну, и, конечно же, строго монотонны, да. Ну, это очевидно, да, потому что, а, нет, не очевидно, да, и, ну, а, инъективны, и достаточно, да. если, ну, да, вот, и, да, вот, значит, их сколько у нас таких отображений, кстати. То есть, мы можем пропустить любой, вот у нас тут есть n плюс 2 элемент, вот от 0 до n плюс 1, да, n плюс 2 элемента, и мы можем пропустить, то есть, образ вот этой стрелки, это все, кроме некоторого элемента g. То есть, для любого элемента g от 0 до n плюс 1, у нас есть, ой, как это обозначается, d, а? d, да, давайте d, да, dg, да, где g от 0 до n плюс 1, то есть их, соответственно, n плюс 2 штуки, получается, да, а с другой стороны у нас есть операторы отображения вырождения, отображения вырождения, вот, и эти отображения, они наоборот бьют вот из n плюс 1 в n, и они селективны, селективны, вот, и они как бы устроены таким образом, что мы, просто у нас образ, что у нас прообраз каждого элемента из n состоит из одной точки, кроме одного элемента, у которого прообраз состоит из двух точек, то есть у нас есть от 0 до n плюс 1, эта штука должна отображаться в, значит, от 0 до n, и тут есть некоторые, это тоже там элемент g, допустим, у которого вот в прообразе две точки, тогда это должно быть две соседних точки, конечно же, да, то есть вот образ этой точки и образ этой точки, это g, ну и понятное дело, что таких отображений у нас n плюс 1 штука, да, потому что такое отображение, а на этом участке, на оставшемся участке это тождественное отображение просто, то есть у каждого элемента один прообраз, вот, поэтому очевидно, что такие отображения вот параметризуются вот этими g, то есть их n плюс 1 штука, вот, их вроде нужно обозначать эпсилон, да, эпсилон g, s, давайте s, я просто их по-разному обозначаю, да, я готов, да, значит, вот, это, ну, значит, тут будет g, тут будет g плюс 1, то есть sg равно sg от g плюс 1 и равно g, вот, вот, а тут надо написать, что dg от g минус 1, оно равно от g минус 1, оно равно g минус 1, а dg от g равно g плюс 1, ну, и дальше, то есть оно пропускает вот этот вот элемент g. То есть на самом деле между вот этими отображениями, грани и вырождение, есть некоторые соотношения, которые можно посмотреть в любой книжке об этом деле, на первой же странице или на второй, и чтобы задать такой вот функтор, надо вот такой, например, надо просто задать, ну, для каждого n задать некоторый объект тут и для каждого оператора грани и вырождений задать соответствующий морфизм и потребовать, чтобы вот те соотношения, которые я не выписал, чтобы они выполнялись, вот, а здесь то же самое, только наоборот, то есть операторы граней должны бить из объекта, ну, тут если я беру вот CN, если это переходит в CN плюс 1, а это переходит в CN, то вот для симплициального объекта, так как это функтор из дельты op, операторы граней должны бить в обратную сторону. Вот, на самом деле это было введено для, как это ни странно, модели такой комбинаторной вообще всей теории гомотопии топологических пространств, то есть оказывается, что и это собственно в общем результат Кана и Квилина, то есть Квилина вообще в этой форме, но в принципе там почти все техническое сделал Кан, ну, я не знаю, не могу так говорить, но в общем я бы сказал Кана и Квилина, вот, о том, что если взять категорию симплициальных множеств, то есть это значит, что функторы из дельта оп во множество, вот, вот такая вот есть категория, вот, то это Квилин эквивалентно категории всех топологических пространств. Ну, вот это вот у вас будет в третьем семестре, то есть во втором, на третьем курсе, я имею в виду, будет, значит, семинар по модельным категориям, и там вы это узнаете. Я не могу уже и хлеб подбирать, просто меня побьют тогда. Вот, но в принципе это означает, что есть, вообще модельная категория, это означает, что, ну, в каком-то смысле это про то же самое, ну, это вот про то же самое, как вот считать производные функторы, как мы это делаем в абелевых категориях. Ну, вот, первое, что мы требуем, чтобы были слабые эквивалентности, то есть были вот что-то типа квази-изоморфизмов комплексов. Вот, то есть категория, значит, должна иметь вот такие вот как бы квази-изоморфизмы, которые называются слабые эквивалентности. Вот здесь, например, эти слабые эквивалентности, это отображение пространства Х в пространстве У, которые индуцируют изоморфизм на гомотопических группах для любого Н и любой базовой точки. П, Н, И, И, вот, то есть это на самом деле не гомотопические эквивалентности, как учат в школе. и это, кстати, очень важный момент, потому что на самом деле вот если эти x и y это cw-комплексы, да, то есть вот клеточное пространство, то тогда вот такая вот слабая эквивалентность это то же самое, что гомотопическая эквивалентность, как это учат в школе. То есть, как учат в школе, я имею в виду, что у вас есть отображение из x в y, есть отображение из y в x, и, соответственно, одна композиция гомотопические эквивалентно тождественному и другая. А для общих пространств, как это вот, в общем, это такое шокирующее, по-моему, вообще обстоятельство, что для общих пространств это неправильно. Вот это вот такая модельная структура тоже существует, она называется Strom Model Structure. А на самом деле ее гомотопический тип насколько я понимаю не имеет комбинаторного описания такого вот хорошего и как бы считается, что это неправильная модельная структура. А правильная модельная структура на топологических пространствах это квильновская, которая моделируется комбинаторно и таким образом. И там, значит, понятие слабой эквивалентности отлично от понятия гомотопической эквивалентности, оно как бы совпадает на кофебрантных объектах, которые в этом случае то же самое, что CW Complex. Ладно, все, это был просто экскурс в категорию Delta и в то, что категория Delta была придумана и замечательна тем, что есть такая квильная эквивалентность, что означает, что гомотопическая категория вот этих симплициальных множеств, вот это называется симплициальные множества, она просто эквивалентна гомотопической категории топологических пространств. То есть всегда, когда вы слышите, есть два понятия, есть Quilling Junction, то есть присоединение, есть понятие более сильное Quilling Equivalence. Вот если Quilling Equivalence, это значит гомотопическая эквивалентность, а если Quilling Junction, это значит, что на гомотопических категориях у вас возникает пара присоединенных функторов. Вот, и вот это вот, да, это все некоторые ингредиенты модельных категорий. Вот оказывается, да, что категория этапологических пространств может быть комбинаторно описано вот таким замечательным образом, но толку-то от этого довольно мало, вот и насколько я понимаю, именно из-за вот этих операторов вырождения, потому что с ними там столько всего получается ужасного, такие длинные огромные образования, что за этим невозможно следить комбинаторно. А если бы были бы просто вот строго монотонные отображения вот в этом определении, если бы вот фи, где-то я написал, вот если бы фи я бы определял не как слабо монотонные, а как строго монотонные, то это комбинаторно была бы очень такая вот менеджер была такая вещь, то есть с ней можно было бы очень легко работать, там все посчитать, но не было бы вот такой вот квилен-эквивалент с топологическими пространствами. Ладно, все, давайте мы будем продолжать по теме того, что мы делаем. Так, значит, все, я уже испортил все остальные доски, значит, кроме вот этой. Значит, теперь я бы хотел, не, ну давайте, если я уже, вот Коля просил, то есть не просил, а говорил, что очень важно дать определение там, а бесконечность или бесконечность алгебр, но если мы уже определили, значит, бар комплекс, ну вообще я хотел еще к операторам вернуться, и ну давайте вот я дам это определение, потому что это очень уже практически просто на данный момент, так что уже все определено. значит, вот. Значит, пусть А это Z-градуированный комплект, то есть обычный комплекс, комплекс векторных пространств. вот тогда структура, структура А бесконечность алгебры на А это структура дж к алгебре, да, дж к алгебре на, ну вот на этом как бы баре, то есть на, так как у нас А это не алгебра, то я в кавычках напишу, то есть это, значит, сумма, то есть это А сдвинутая на единицу плюс, то есть структура на, извините, на А, да, на А, на А сдвинутая на единицу. То есть, грубо говоря, окей, я напишу так, это значит, я должен осмотреть тензовную алгебру без свободного члена от А сдвинутого на единицу, вот, и это должно быть дж, структура дж к алгебре, значит, это должно быть дж к алгеброй, к алгеброй со стандартной структурой к алгебре, со стандартной структурой к алгебре, структурой к алгебре, то есть стандартной структурой к алгебре, это значит, вот как мы рассматривали там, Это означает, что дельта от А1АН, то есть это как бы ко-свободная коалгебра, да, от А1АН равно сумма по АВ положительная. Кстати, да, вот я в прошлый раз не написал, но имел в виду, и в общем в вычислениях я это, вот, на А1 на АА. Это, конечно, очень неприятное обозначение, но ладно. Вот, на АА плюс 1АН. Вот, это значит такая стандартная структура коалгебры без коединицы, да. Ну, я на первой лекции говорил, что это такое. По-моему, есть люди, которых не было на первой лекции, наверное, стоит напомнить, это означает, что это коалгебра, это понятие, двойственное понятию алгебры. То есть если у меня алгебра это А на А, есть умножение из АВАВА, и значит есть единица, которая из поля ВА, да, ну и там есть аксиомы, то есть вот аксиома коммутативности, ассиома коммутативности пишется, например, таким образом, что из трех А у меня есть два отображения в А. Вот. В А есть такая вот штука, вот, где вот это вот М на единицу, это единицу на М, а это, соответственно, М, да. То есть тут я беру умножение первых двух аргументов, то есть наоборот, вторых двух, а тут первых двух, и потом беру оставшееся умножение, и это должно быть, значит, коммутативно, это такой, как бы немножко фэнси-вэй, сказать, что оно является ассоциативной. Ну и точно так же вот все вот эти вот дела можно написать через коммутативные диаграммы, а коалгебра это наоборот, вот, коалгебра это двойственное понятие, это когда, ну, как бы если бы А было бы конечномерным векторным пространством, то тогда просто я бы мог взять как бы двойственное отображение. Это значит, у меня есть дельта из С на С. Ну, и я должен как бы, есть этот коединица из С в поле, и я должен, значит, вот эти все диаграммы написать такую же диаграмму для единицы, ну, написать то, что это единица в таком же виде, и потом все стрелки в этих диаграммах обратить. То есть там, например, вот, ну, вот, например, если бы я написал С в С на С, в С на С, и тут С на С на С, да, где тут я бы написал дельта, тут бы я написал тоже дельта, ну, вот, то есть это вот двойственное к этим стрелкам. А тут бы я написал дельта на единицу, а тут бы я написал единица на дельта, то вот эта аксиома таким образом пишется ко ассоциативности. Ну и то же самое аксиомы с ко произведениями. То есть, в общем, смысл в том, что для любого векторного пространства тензорная алгебра от V, она с плюсиком только лучше. Ну с плюсиком без ко единицы, без плюсика с ко единицей. Она имеет, значит, структуру вот такой вот даже ко алгебры. Если бы у нее не было бы плюсика, я бы должен был написать больше либо равно нуля. И когда A или B равно нулю, я должен, ну вот, единицу просто написать. Но мне вот такое не нужно. У меня с плюсиком, и я пишу больше нуля строго. И это, значит, всегда ко алгебра, без всякого D. Вот, а теперь, значит, я должен ввести дифференциал на этой штуке. То есть вот тут вот главное, так сказать, что закодировано в этом определении, это вот слово DG. То есть я должен ввести дифференциал, вот, и этот дифференциал должен быть, это должен быть дифференциал ко алгебры, да, то есть он должен быть ко дифференцированием. Да, да, он должен быть ко дифференцированием вот этой структуры ко алгебры. То есть дифференциал должен быть ко дифференцированием. Ко дифференцированием. Значит, что это означает все? Это означает, что вот если у меня в случае алгебры, ну, дифференциал есть, ну, вообще, что такое дифференцирование в случае алгебры? Это означает, что дельта AB равно, ну, без знаков, если это значит DA умножить на B плюс A на DB. Вот, а тут у меня, это дифференцирование алгебры, а тут должно быть ко дифференцирование ко алгебры. вот, это означает, да, тут это значит, означает, что у меня должно быть, ну, нечто более хитрое, да, то есть я должен написать там дельта D от дельта A, то есть если вот я напишу, что дельта A, это равняется там A1 тензорно на A2. Это, конечно, неправильно, потому что на самом деле дельта A равняется сумме A1 и на A2 и, но обычно вот пишут в таком сокращенном виде, подразумевая вот такое, это вроде называется свиндлер нотейшн, неважно, то вот если бы это было бы вот так бы верно, то тогда D от вот такого A равно, я так понимаю, что D A1 на, ну да, это по определению, вот, то есть вот это вот просто равно по определению D A1 умножить на A2 плюс A1 на D A2, это просто по определению, и оно должно быть равно, значит, дельта от D A. Вот это как бы двойственное к правилу Лебница, и это означает, что некоторое D является кодифференцированием. Вот, ну еще, конечно, D в квадрате равно нулю, то есть на самом деле два условия, которые тут имеются, плюс кодифференцирование. Ну, на самом деле условия с кодифференцированием, оно, как мы сейчас увидим, оно невероятно просто, потому что для того, потому что мы имеем дело со свободной алгеброй, то есть по существу условия, которые существенны, это то, что D в квадрате равно нулю, потому что если вот, ну, например, если у меня есть свободная алгебра, да, то есть пусть A это свободная алгебра, свободная алгебра, значит, что, ну, тензорная алгебра, только это тензорная коалгебра, это, ну да, это коалгебра, это тензорная алгебра от V, там, с единицей или без, неважно. Вот, тогда, если у меня есть дифференцирование, дифференцирование D из A в A, ну, то я, это по определению означает, что оно удовлетворяет правилу Лейбница. Тогда, значит, я могу взять любой там маном и написать D от V1 умножить там на VN, и это по этому правилу Лейбница равняется сумме V1 по I, ну, так далее, на D, V и T, на все остальное, да, то есть я могу D применить, потому что умножение в этой алгебре это просто значок тензорного умножения, то есть вот я интерпретирую вот эту штуку, как V1 умножить на V2 умножить на V3 и так далее умножить на VN, да, это вот на самом деле равно V1 тензорно V2, тензорно VN, и дальше я, соответственно, применяю вот это вот правило Лейбница. Ну и, в принципе, то же самое верно в этих самых вот в коалгебрах, только там, значит, не, там вот этот факт, то есть вот тут, значит, факт заключается в том, что для того, чтобы определить дифференцирование свободной алгебры, я должен, то есть дифференцирование свободной алгебры, то же самое, что отображение векторных пространств из генераторов в эту алгебру, да, то есть если у меня есть вот это от V, то любое отображение из V в A, которое есть отображение векторных пространств, единственным образом продолжается до дифференцирование. Вот. То есть у меня вложение этих самых генераторов В в А и вот такая штука. То тут на самом деле верно то же самое. Только тут у меня вместо вложения генераторов тут же все двойственно. Тут есть вот эта хуалгебра, и она должна проецироваться в генераторы. То есть она проецируется в генераторы, и значит каждое кодифференцирование определяется однозначно вот этой вот своей, ну да, таким вот отображением векторных пространств. То есть вот если у меня есть такое вот отображение D, я могу его единственным образом поднять до кодифференцирования вот этой вот свободной хуалгебры. Собственно вот действуя по, действуя вот по этой формуле. Ну, в общем, довольно, конечно, муторное дело на самом деле. Ну, то есть нет, это можно явно написать, только я боюсь, что я запутаюсь сейчас, если начну писать. Не, ну то же самое, в принципе, я должен сказать то же самое, что тут. Вот у меня есть, значит, из В в А, просто отображение векторных пространств, а теперь мне нужно из В на В в А. Ну, я просто тупо применяю правило Лейминца, которое тут написано и так далее. У меня, конечно, D в квадрате нулю равно не будет, но это дополнительное условие, с этим мы дальше там будем разбираться. Оно не должно быть в данном случае равно нулю. Пока это вот просто кодифференцирования. Вот, но тут, значит, я должен это все дело дуализовать. Вот, у меня получается, значит, я должен задаться отображением вот такого дела В, некоторое D. А дальше я хочу вот по вот этому делу реконструировать, реконструировать вот настоящее D, которое есть отображение из T, C, V, T, C, V, и оно, значит, представляет из себя кодифференцирование вот этого T, C, V. Есть идея, как это надо делать? Довольно муторно, да? Ну, в принципе. Ладно, давайте, значит, мы это все дело пока на минуточку замнем, но если мы вот в это поверим, а это очень естественное обстоятельство, то, значит, то, что я хочу сказать дальше, это то, что любое кодифференцирование, оно задается своими компонентами. Эти компоненты, значит, суть из А в А, а так как это, я забыл сказать, дифференцирование, то есть оно D, G, то есть должен быть кодифференцированием степени плюс 1. Я забыл тут написать, но это, в общем, понятно из-за того, что D, G. То есть у меня есть, значит, отображение из А в А минус 1, да, или в А1, сейчас как я должен написать? А, так, наверное, минус 1, да, минус, а нет, плюс, плюс 1, да, плюс 1, конечно. Да, плюс 1, потом я должен написать, значит, из А в квадрате в А, вот, это степени 0, то есть оно, А это некоторый комплекс, да, то есть тут написано отображение комплексов из А в комплекс А, сдвинутый на единицу влево. Это то же самое, что отображение вот этих компонент АИТ в АИ плюс 1, да, то есть А это, ну, как бы как-то комплекс. Ну, в принципе, это может быть комплексом, но на нем может быть еще внутренний дифференциал, это тоже возможно. Ну, пока можно рассматривать тот случай, когда это просто градуированное векторное пространство с нулевым дифференциалом. Ну, и потом, значит, А в кубе умножить на А, то есть отображается в А минус 1 и так далее. Ну, то есть, значит, что тут происходит? Я рассматриваю вот это вот ТС от А, сдвинутое на единицу, и оно должно проецироваться, значит, в кообразующее. Это А, сдвинутое на единицу, да, то есть должны быть, вот, например, вот в случае, ну, да, то есть у меня получается, что, ну, в степени Н это вот такое отображение. А1 в степени Н должно отображаться в А1. То есть тут это можно написать, что то же самое, что А в степени Н, сдвинутое на Н. Оно должно отображаться в А на единицу. А это то же самое, вот в свою очередь, что, вот тут напишу, то же самое, что А в степени Н должно отображаться в А, и это должно сдвигать гадуировку на единицу минус Н. Ну, вот, собственно, больше тут пока ничего не написано, и вот А бесконечность алгебра — это вот такая вот последовательность отображений комплексов, и, казалось бы, это глупость какая-то. Но на самом деле должно быть еще, что D в квадрате равно нулю. То есть когда я вот это все дело продолжаю, вот как кодифференцирование, вот на, то есть поднимаю вот такую проекцию в коди генераторы до настоящего отображения вот из ТС в ТС от А минус 1, вот в такое D, да, в отображении, то вот это вот D должно быть в квадрате равно нулю. Вот. Ну, это как бы определение. Ну, на самом деле с этим определением давайте мы поиграемся в следующий раз, потому что на самом деле я просто хотел сказать, что в принципе это является некоторой вариацией на тему бар-комплекса, а потом мы к этому, конечно же, вернемся. То есть мне что-то не хочется сейчас считать со всеми этими кодифференцированиями, уже извините, пожалуйста. Вот. А почему, почему как бы обычная ассоциативная алгебра является вот А бесконечность алгеброй? Вот это видно из нашей конструкции бар-комплекса. Значит, пусть А, пусть А обычная ассоциативная алгебра, ну или ДЖ алгебра, это неважно, ассоциативная алгебра, ну, может быть ДЖ. Вот. Тогда мы определили по этому делу бар от А. Ну, такой вот с дополнительной стрелкой ВА, и мы знаем, что это ДЖ коалгебра, да? Коалгебра. Вот. То есть это ДЖ коалгебра, есть бар-дифференциал, который в квадрате равен нулю, и есть, значит, вот этот бар-дифференциал согласован с коумножением. Мы тут немножко это считали, ну, в общем случае мы не доказывали, но это легко доказать таким же образом. То есть это вот верно вот такое, да, что оно относительно вот коумножения на этой тензорной алгебре, оно является, то есть это пример. Вот ДЖ коалгебры. И для того, чтобы его определить в определении дифференциала, мы использовали умножение на А. То есть вот в определении вот этого вот Д, которое я хочу вот написать через его компоненты, да, вот это Д там 0, 1, вот это Д2, вот это Д3, это все вот эти вот компоненты Д, компоненты Тейлора, говорят. Их бесконечно много. Вот. Но может быть. Но в принципе, вот в этом случае у нас этих компонентов Тейлора, ну, две. У нас есть Д1 из А в А, которая дифференциал внутренний в А, который, конечно, равен нулю, если в А нет дифференциала. И Д2 из А в квадрате в А, которое просто есть умножение. Вот А на Б переходит в А умножить на Б. Ну, в общем, идея в том, что вот такая какая-то хитрая такое определение, ну, то есть вот обобщение вот этого, да, то есть теперь я говорю, что это не бар дифференциал, а какой-то дифференциал, но на том же подлежащем комплексе. Если А это векторное пространство, значит, у меня получается А это некоторое В, у меня есть вот это ТСВ сдвинутая на единицу, и на этом должен быть некоторый дифференциал степени, значит, плюс 1, да, соответственно, я вот напишу это четко, теперь степени плюс 1, вот, который, да, вот, который, значит, должен в квадрате быть равен нулю. Ну, вот просто бар дифференциал, это, значит, пример вот такого дела. Что? Нет, не полная подкатегория, потому что у нас, у них морфизмов получается больше. То есть есть еще А бесконечность морфизма. То есть если даже у вас две алгебры строго ассоциативные, даже алгебры, то морфизмов в них получится больше. Значит, смотрите, давайте мы сейчас эту тему оставим. Это было такое вот первое определение. Мы обязательно к этому вернемся, обязательно вот напишем вот все вот это вот. Вот, но сейчас я, может быть, просто вот напишу, что вот означают вот эти, допустим, до третьего места. Вот, тут, значит, будет А3 в А сдвинутое на 0, а тут сдвинутое на минус 1. Ну, там дальше есть, конечно. Вот, значит, вот про первые два, в общем, все понятно. Это определение даже, то есть это определение, значит, это некоторое, ну, в общем случае, не в этом конкретном, а в общем случае. Вот это просто вот условие на D1, которое следует из абстрактного определения, которое я тут дал, и мы в следующие разы, в следующий раз, наверное, это сделаем. То есть вот это вот просто условие, то есть что я делаю? Я беру вот условие D в квадрате равно 0, и хочу это условие переписать в терминах компоненты лора. Это оказывается немножко нетривиальной задачей, по той причине, что вот это вот эти компоненты лора, мне еще надо немножко повозиться для того, чтобы по ним построить вот это вот кодифференцирование, да. Это просто связано с тем, что вот правило Лебница для кодифференцирований, оно несколько мудренее, чем правило Лебница для дифференцирований свободных коалгебр. Но в принципе я просто хочу вот условие D в квадрате равно 0 переговорить в терминах вот этих компонентов лора. Я сейчас просто вот скажу некоторый ответ. Значит, теперь, вот, теперь, значит, это вот для каждого N я получаю одно условие. Значит, теперь вот для 2 я получаю такое, что D1 от, ну, я буду D2 обозначать M, просто ребрендинг такой, от M от A, B, то есть от A умножить на B. Вот, равняется M от D1, A на B плюс-минус там M от A на D, B. Ну, в принципе, в этом нет ничего такого удивительного. То есть пока я практически написал, что это D же алгебра, но D же алгебра означало бы, что это M ассоциативно. А в моем случае оно будет не ассоциативно, а оно будет ассоциативно с точностью до гомотопии, и эта гомотопия как раз дается D3. То есть это означает, что давайте я буду просто вместо M писать умножить, тогда это будет A. То есть если я беру 3 A, B и C, тогда D3 от A на B на C, вот, это будет там A умножить на B, ну, то есть это M от A, B, да, вот, умножить на, умножить на, сейчас, умножить на C, да, то есть это M от M от A, B, C. Ну, в общем, довольно сложно писать. Минус, значит, A на B на C. То есть требование заключается в том, чтобы это было не строго ассоциативно, а оно на самом деле по этому определению будет ассоциативно с точностью до некоторого D3. Ну, в принципе, тут я, конечно, если бы на A был бы еще свой дифференциал, я бы написал, что это вот минус там или минус плюс A, D3 от A на B на C, там минус плюс A на D3B на C и минус плюс A, B на D3C, A, B на D3C. То есть, в принципе, это означает, что я беру такой коммутатор D3 с A, B и C, где, ну, да, то есть… Нет, слушайте, я написал… Сейчас, секундочку. Я, по-моему, какую-то ерунду вам говорю. Сейчас, минутку. Да, я извиняюсь очень. Я написал тут ерунду какую-то. Сейчас я ее перепишу, и это будет не ерунда. Я очень извиняюсь. Значит, давайте вот тут вот я ее напишу в нормальном виде. Я извиняюсь. Значит, вот D3 от… Ну, давайте будем вот обозначать D, M, там 2, M3 и так далее. Это просто более такие привычные обозначения, тогда ошибиться невозможно. То есть, это значит из A в A на единицу, это из A на A в A, вот, а это из A на A в A на минус единицу, да? Ну и так далее. Значит, в чем, собственно, заключается условие? Что вот M3 у меня понижает степень на единицу, а D повышает. Поэтому, если я пишу A умножить на B умножить на C минус A умножить на B умножить на C, то я требую, чтобы это было… Ну, я не могу потребовать, чтобы это было M3, потому что это степень 0 отображения, M3 степень минус 1. Что это D, M3 от A, B, C, вот так, минус, значит, ну или минус плюс, то есть это минус M3 от D, A, вот, B, C, минус, там, плюс M3 от A на D, B, на C и минус плюс M3 от A на B на D, C. Вот такая вот штука. То есть, на самом деле, это все записывается, вот то, что стоит тут, его можно написать коротко, как коммутатор или там суперкоммутатор D в зависимости от четностей. В данном случае суперкоммутатор M3 от A, B, C. То есть, вот так. Ну, то есть, это означает, что я должен сначала вот взять в таком порядке и вычесть вот в другом порядке. Ну, вот, то есть, значит, оно ассоциативно с точностью до полного дифференциала некоторого M3. Вот, и, значит, вот, ну и дальше вот это M3 на M3 тоже есть некоторое, значит, соотношение, которое, ну, которое уже с точностью до дифференциала M4 и так далее. Получается некоторая такая когерентная система соотношений, вот, которые, в принципе, я могу выписать, но давайте я вот в следующий раз подробно напишу, почему это получается вот из этого определения. На самом деле, я хотел еще дать альтернативное определение через операды, но уже, наверное, это все не сегодня, черт его знает. То есть, на самом деле, это лишь одно из определений, а второе определение я скажу немножко позже, но сегодня. Так, значит, места нет. Давайте пока вот тут будем писать. Вот, значит, для любого N должно выполняться такое соотношение. D от M, вот скобка там, D, M, N плюс 1, вот в этом вот смысле, да? Вот, от A1 на A, N плюс 1. Вот, ну, то есть это вот написано нечто примерно вот как написано тут. Это правая часть. Вот, она должна быть равна тому, что, вот как бы надо думать об этом так, что N, M, N плюс 1, это некоторое неизвестное, которое я хочу построить, а все предыдущие мне уже известны. И поэтому вот я сначала пишу то, что мне известно, то есть со всеми M, значит, при меньших, чем N плюс 1. И тут будет такая вещь стоять. Значит, будет стоять M, A, тут будет, значит, в какое-то место вставлено M, B, и тут будут какие-то, значит, A1 на так далее, на A, I. Вот, тут будет A, M, B от A, I плюс 1, A, I плюс B, да? А тут будут все остальные. A, I плюс B плюс 1. Вот, и теперь я возьму сумму по A плюс B равняется N плюс 2, судя по всему, да? То есть если у меня, допустим, N равно, N плюс 1 равно 3, да? N плюс 2, ну, то есть чтобы просто это имело смысл. И, ну, и сумму по… И тут должен стоять знак, конечно, плюс минус 1 в некоторой степени, которая связана вот с тем, что у меня M, B перескочила, и вот этих аргументов, я, честно говоря, не помню его наизусть, но что-то типа I умножить на B минус 1, я думаю. Ну, это надо посмотреть, но вот про знак я до конца не уверен. То есть вот это, то есть в случае, когда N плюс 1 равно 3, вот, то, что у меня тут получается, это в точности вот то, что написано вот здесь. Вот это M2 от A, B. То есть если у меня их 3 всего, то единственное, что у меня есть, это M2 от A на M2 от B, C, да? Вот, минус там M2 от M2 от A, B на C. Вот, ну, это как бы такой случай, когда просто самый первый. Но смысл в том, что на самом деле все вот эти вот высшие M, они должны, то есть я их теперь, вот это M, это теперь вот то же самое, вот эти компоненты Тейлора, только я их теперь M обозначил. Вот, они должны, значит, удовлетворять некоторой когерентной системе соотношений, вот, которая тут выписана, которые вот морально, значит, написаны, вот, можно определить так. А можно определить еще через операды? Сейчас, а, можно здесь сколько? У меня 59. А, здесь уже сколько? Чего? Еще раз. В этой формуле A плюс B. Не N плюс 2, да? И по E, да, конечно, да, да. И вот, ну, да, да, и по E тоже. Я просто, я имел в виду, я что-то вот написал. Извините, я забыл просто, да. Конечно, да. Да, 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 вот такая вот формула. Ну, она, значит, какая-то выглядит странно, но она имеет, ну, две интерпретации, как это можно сказать научно. Значит, первая интерпретация этой формулы, это вот такая, что я имею бар-комплекс для строгой DG-алгебры, значит, A. Это, этот бар-комплекс, это DG-ко-алгебра. И теперь я двигаюсь, обобщаю вот в этом направлении. Я говорю, я теперь забыл, что A это DG-алгебра, но я пытаюсь построить такой же бар-комплекс. Что я про него знаю? Что это, значит, DG-ко-алгебра, то есть что на ней есть коумножение, которое совершенно стандартное, вот, свободное, как тут написано, и новое данное, некоторый дифференциал. Именно дифференциал, вот, который тут, вот, написано теперь это M2 и M3, да, и все, и вот в этом случае, то есть M3 уже равно нулю. То есть в этом случае у меня есть только вот M1, которая дифференциал 2, который может быть или не быть равным нулю, и M2, которое умножение. И все, а старшие уже равны нулю. И это, на самом деле, у меня приводит к некоторой стандартной совершенно структуре гомологической алгебры, которая, значит, вот связана, которую я могу пытаться обобщить. И вот я ее, значит, могу обобщить таким образом. Я могу сказать, что у меня тоже вот на вот этом деле, значит, которая T, C, A с двинутым на единицу, есть некоторая, уже A не алгебра, есть некоторая, значит, дифференциал, который является кодифференцированием. Вот. Я выписываю его, вот эти вот компоненты Тейлора, через проекции. Ну, в принципе, мы вот с этими проекциями разберемся в деталях в следующий раз, почему получается именно вот это, вот это тождество. Вот. И, в принципе, это выглядит немножко надуто и искусственно, с моей точки зрения. Ну, непонятно. Но оказывается, что оно решает некоторую задачу, а именно задачу оно решает вот такую. Например, пусть у меня есть, значит, A и B, это DG-алгебры. DG-алгебры. Вот. И пусть у меня есть отображение φ совершенно настоящее, из A в B, которое есть отображение DG-алгебр. То есть, значит, отображение алгебр и отображение комплекса. То есть, отображение DG-алгебр, это значит, это равносильно тому, что отображение алгебр, алгебр плюс отображение комплекса. Вот. И предположим, что φ квази-изоморфизм. Предположим, что φ квази-изоморфизм. То есть, индуцирует изоморфизм на, значит, кагомологиях. Вот. Оказывается, что я не могу же, вот я хочу этот φ, я хочу о нем думать примерно как об изоморфизме. То есть, если это квази-изоморфизм, то я его хочу в некотором классе отображений обратить. Вот. Я его хочу обратить, значит, то есть, вот я хочу написать что-то типа φ-1. Ну, в каком-то смысле. Вот. Оказывается, что, ну, по крайней мере, я хочу написать стрелку в другую сторону, которая бы на кагомологиях давала бы, которая была бы отображением алгебр, и даже алгебр, и на кагомологиях давала бы, то есть, что я хочу от φ-1. Я хочу, чтобы она была из Б в А, чтобы она была отображением алгебр, даже алгебр, была отображением ДЖ алгебр, и на кагомологиях, а кагомологиях Б, была бы обратна, была бы обратна вот этому моему φ. Обратна φ. То есть, мое φ, оно по условию квази-изоморфизм, то есть, изоморфизм на кагомологиях, и я хочу придумать такое отображение ДЖ алгебр в обратную сторону, которое бы на кагомологиях было бы изоморфизмом. Вот. И на самом деле, такого сделать нельзя в общем случае. Но можно сделать, чтобы это была А-бесконечность отображения. То есть, это А-бесконечность, это означает, что оно там содержит некоторые вот такие, это вот то, что я определил А-бесконечность алгебра, а это скорее ответ на ваш вопрос, полная это под категорией или нет. То есть, это такие вот А-бесконечность отображения, которые я сейчас не буду определять, но они вот таким же образом примерно определяются. Вот это как бы вот некоторая мотивация, но еще скажу одно слово, прежде чем закончить. Вот, что на самом деле, как мне кажется, более разумно в каком-то смысле, ну, по крайней мере, более, что ли, более, ну, так, естественно, вообще об этом думать. Ну, и это мы тоже будем пояснять, и будем говорить об этом. Вот я немножко начал говорить про опирады, да? Вот, и я могу узнать, вот у меня есть там опирада Ассоц. Вот, и у меня есть ассоцивная алгебра. Это, значит, в точности алгебра над этой опирадой. То есть, это означает, что у меня есть отображение опирад из Ассоц в энд А. Помните, да, вот это энд А, это опирада, которая связана с любым векторным пространством, и ее энд арность, это просто для любого векторного пространства, это хом из АНВА. Ну, вот, то есть, на самом деле, у меня вот это значит, что если у меня есть такое отображение опирад, это означает, что у меня есть строгая структура ассоцивной алгебры на А. Но теперь я могу на опираду Ассоц воспринимать ее точно так же, как я воспринимаю алгебры. То есть, у нее тоже можно думать о свободной резольвенте. Недаром же я вот начал с того, что такое свободный резольвент, это алгебры полиномов. Вот у опирады Ассоц, на самом деле, ну, в векторных пространствах, конечно, то есть, значит, что Ассоц, ну, чтобы она была в векторных пространствах, надо так написать, что Ассоц АН, это вот вверх, это поле, ну, вот групповая алгебра там над полем, вот этой группы перестановок. То есть, тут К написать, иначе это будет опирада во множествах. То есть, просто линейризую эту опираду. Это ничего от этого не меняется, естественно. Вот, а теперь я хочу построить некоторую резольвенту R, вот, которая является свободной DG-опирадой. DG-опирадой. Мы об этом поговорим в деталях, конечно, опирадой. Вот, и вот это будет квазиизоморфизм. То есть, будет изоморфизм давать на когмологию. Ну, то есть, это отображение опирад, некоторое DG-опирад, которое квазиизоморфизм. Оно вообще от А не зависит. То есть, я могу разные такие R выбирать, и с помощью каждого такого R я могу дать такое определение, что там А бесконечность, допустим, вот так вот, бесконечность R алгебра, могу вот так написать, алгебра это алгебра над опирадой R. И все. То есть, это отображение из R в эту вот опираду N-A. То есть, вот такая вот стрелка. Ну, как вы прекрасно понимаете, если у меня A, это ассоциативная алгебра, и есть вот такая вот стрелка, значит, из ассоц в опираду N, то если у меня есть теперь вот R, это резольвента ассоц, у меня уж, по крайней мере, есть стрелка FI. Она есть даже и без того, что это резольвента. Вот. Я могу взять композицию, и у меня получается такая вот стрелка из R в N-A. Но, в принципе, если у меня есть стрелка из R в N-A, то я совершенно не могу в общем случае утверждать, что я эту стрелку могу, значит, вот спустить, или я уже не знаю, как сказать, до некоторой стрелки из ассоц в N-A. Ну, потому что это ниоткуда не следует. Вот. Чтобы это было отображение опират. Ну, вот. И это как бы более правильное, что ли, определение, которое для некоторого R, которое мы тоже там поизучаем, оно очень красивое, на самом деле, такая опирата деревьев, оно даст вот ровно вот это определение. То есть, на самом деле, мораль была в том, что я специально немножко поговорил про свободные резольвенты алгебры полиномов для того, чтобы, в общем, понимать, что происходит вот здесь. Потому что, ну, мне кажется, что свободные резольвенты опират, они являются все-таки более концептуально, как бы более тяжелым понятием, чем резольвенты алгебры. Вот. Ну, вот мы хотим как бы вот для опирата и ассоц сделать примерно то же самое, что мы делали вот не так давно, для вот этой вот алгебры полиномов. Окажется, что это некоторая опирата деревьев, и вот оказывается, что это определение, оно приводит вот ровно к такому вот определению бесконечности алгебры. А вот правда это, что обычные алгебры, они просто для категории, не полная категория, но категория, да? То есть они должны как бы наморгизм. Вот категория, да. Оъюктивный наморгизм. Это как называется? Фейсфул. Фейсфул, да-да-да. И он, это инфекционеративный, да. Сейчас напомните, что это значит. Если он пришел из отображения ассоциативных алгебр, ну да, тогда это, да, так, сейчас. Да, если он пришел из отображения ассоциативных алгебр и является изоморфизмом вот в большей категории, то он был изоморфизмом ассоциативных алгебр. Но он не полный функтор. То есть вот как я тут вот написал, есть вот какие-то такие вещи. На самом деле это, ну, на самом деле я бы сказал так, что это технически. И это есть не только для ассоц, это есть в принципе для любой кашуливой операды, в частности для операт Ли там, например. И в принципе это, ну, такое технически важное понятие, да, все вот эти гомотопические алгебры, потому что, ну, не, ну, потому что, как бы вот, например, если мы ищем, ну, вот, например, вот формальности всякие, это разговоры о том, что у нас есть две ДЖ-алгебры, там, Л1 и Л2. И мы хотим, значит, доказать, что они в некотором смысле одинаковы. То есть это означает, что, что означает, что они там вот одинаковы. Ну, это означает, что вот есть там Л1, значит, есть Л2. Ну, конечно, это было бы прекрасно, если бы между ними была бы там одна стрелка, которая была бы квази-изоморхизмом, там, ДЖ-алгебры Ли или ДЖ-ассоцитивных алгебр, одно и то же. Но такое в природе не бывает. А то, что бывает, это обычно вот есть какое-то одно Х или даже несколько, в общем, и такие вот отображения, в которых, ну, или вот такие, вот, в которых вот это какое-то ФИ, а левое квази-изоморхизм. Ну, или там оно может быть более длинным, в принципе, эта стрелка. Вот, и этот зигзаг-домик такой, да. То есть, ну, вот такая же примерно картинка, как в производной категории. То есть вот Л2, значит, Х это некоторое тоже там ДЖ, например, алгебры Ли, да. А вот это две вот наши ДЖ-алгебры Ли. Это тоже ДЖ-алгебры Ли. Это промежуточная, про которую я понятия не имею, что такое ДЖ-алгебры Ли. А я хочу про эти Д2, Л1 и Л2, две ДЖ-алгебры Ли, доказать, что они в некотором смысле одинаковы. Ну, оказывается, что очень часто вот одной такой стрелке, которая квази-изоморхизм, ДЖ-алгебры Ли, это было бы моей идеальной целью, такого не бывает. А бывает вот такой вот домик. Ну и как бы этот домик, его сложно себе представлять, потому что мне нужно какую-то третью ДЖ-алгебру Ли, Х построить, какие-то две стрелки, может быть, там еще какие-то там Х1, Х2, Х3, может быть, их больше. А на самом деле техническое понятие про эти гомотопические говорит о том, что вот это все, что трудно представить себе, можно вообразить как бы одной стрелкой, но эта стрелка будет там не отображением алгебры Ли, а L-бесконечность. Ну, L-бесконечность — это то же самое для операды Ли, о котором мы поговорим. Я просто это говорю как бы как мотивацию, зачем это надо. То есть оказывается, что вот мы, например, можем пытаться строить теорию деформации, связанную с L1 и с L2, о чем тоже будет там говориться. И оказывается, что если эти L1 и L2 ну как бы квази-изоморфны в каком-то смысле, то и теории деформации одинаковы. Но при этом вот это верно, ну не в таком строгом контексте, что это должна быть одна стрелка алгебры Ли, которая там квази-изоморфит. Это в таком вот более общем контексте тоже верно. Ну а мы на самом деле можем теперь вот вместо того, чтобы строить такой зигзаг, построить одну такую стрелку, она будет L-бесконечность там квази-изоморфизмом, и тогда у нас будет, мы можем там заключить, ну абсолютно то же самое, чтобы мы могли заключить, если бы была одна стрелка, которая квази-изоморфизм алгебры Ли. Ну то есть такое техническое понятие, которое там на самом деле ну очень простое в принципе, потому что, ну его надо знать, очень простое, потому что на самом деле по факту это всегда вот эти все какие-то вот определения, это через вот эти бар-комплексы, в принципе, это довольно надуманная, по-моему, вещь. А вот это вот ненадуманная, потому что, ну на мой взгляд, это такая более концептуальная вещь, потому что вы говорите, что просто вы берете там некоторую свободную резольвенту, некоторые данные операды, вот, и если вы ее берете, то вот алгебры над этой резольвентой, это как бы гомотопический аналог алгебр над исходной операдой. Вот, но это мы все обсудим в деталях, сегодня как-то было очень много каких-то таких вот забегаловок наперед, вот, поэтому, ну, извините, так, какие-то вопросы задавали, какие-то я сам, в общем, Ну, зато вот про дельту рассказали, это тоже хорошо очень. Ну, все, наверное, тогда на сегодня хватит, а то я уже… Так, значит, я должен вот эту… Рекординг стоп.